Филиппийцам 3 главу, Филиппийцам 3, ну, тихо, пожалуйста, а? Вот, в первом стихе, вверх 1, впрочем, братья мои, урадуйтесь о Господе. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. Значит, радоваться – это заповед. So to rejoice is a command. Это не так, что это просто чистые эмоции. It's not just simply an emotion. Просто, ой, сегодня я чувствую такую радость. That, oh, today I'm feeling happy. Вот завтра и вот печалный. Tomorrow I'm feeling sad. Нет, здесь заповед. Радоваться. Here is a command to rejoice. Это так, как мне описано, что надо любить. It's like when we're told, you must love. Любовь – это не просто эмоции. Что, ой, я тебя люблю, а ты нет. It's not like, oh, I love you, oh, but you I didn't love. В этом случае это просто чистые эмоции. И мы не сможем это контролировать. Otherwise, it's just an emotion that you can't control. А вот, когда написано, что надо радоваться, это значит придется специально, вот, сознательно это делать. So when it's written here, rejoice, this means consciously, as an act of volition, as an act of will, you should do this. То есть, как я могу как-то радоваться? So how can I rejoice? У нас кнопка нету на мозгов, куда можно. Вот так делать, и вот начинаю радоваться. There is no buffer on the side of your head, that you can press, and then I start rejoicing. That which is, oh, Господи, but rejoice about the Lord, the Lord Jesus. Значит, поскольку мы размышляем, что вот я буду точно жить вечно. Вот, если мы сознательно об этом размышляем, какой ответ, кроме радости? But if you really ask yourself the question, am I going to live forever? Yes, I'm a believer. I believe I'm going to live forever. Well, then this joy comes naturally, because you have made yourself think about that. Мы все будем умирять. We're all going to die. И один день Иисус придет, and one day Jesus will come back. А что будет? Если я вот прямо сейчас умрю, what's going to happen if I die right now? Или если Иисус придет, вот прямо сейчас. What if Jesus comes back right now? Евангелие означает добрый въезд. The gospel means good news. Добрый въезд о том, что я уверен, что я буду жить вечно, по Его милости, в Его Царстве. And the good news is that I believe, but in that case of a die, when He comes back, I'm going to live forever. Вопроса нет. Вопросной знака нету, ваше вечное будущее и судьбе. For the believer, there is no question mark, there is no vagueness over my eternal future, my eternal destiny. А какой ответ к этому, кроме радоваться? And what responses there are there apart from joy? Ну, поэтому он сказал в 3-м стихе, не напрочь надеющийся. So in verse 3, he says, but I have no confidence in the flesh. То есть, мы сами не сможем как-то быть сто процент послушными. We can't force ourselves to be 100% obedient to God. У нас, вот, какой-то железы внутри нету, чтобы это делать. We don't have the iron or the steel in our will to make us do that. Но он сказал, что вот, я такой обрезнев восьми день из рода излаилева евраев, евраев, и так далее. По правде законы непорочны. Зачем нераватесны, святезенны лога, а взблаймлесс. Седьмой, сэрм. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четую. Да, и все почитаю четую. Ради превосходство познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы преобрести Христа. What things would gain to me, I consider loss for the sake of Christ. Yes, doubtless, and I consider all things to be lost, compared to the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them, but down that I may win Christ. Это значит, ничего не значит, кроме тот отношения с Иисусом, познания Христа. So, nothing means anything, compared to that relationship with Jesus. И он сказал, все почитаю за ссор, чтобы преобраз Христа. he says, and I count all these things as done, that I might win Christ. Давно я читал очень интересно, статья из академик. Long time ago, I read a very interesting article by an academic, который угород изучал стил греческого языка, который Павел использовал, who had studied the style of Greek language that Paul uses. И он, конечно, заметил, что он пишет как-то он очень высоком уровень греческого языка, очень культурный. And, of course, he noticed that Paul's writing in Greek is always very cultured, a very high level of Greek. Но он заметил кое-что стране. But he mentioned something strange. Что вот он писал на таком высоком уровень и иногда не спадал. He использовал какое-то слово, которые jargon или вообще почти цензонны слова. But he noticed that Paul's writing on this high level of Greek language and every now and again in his letters he drops right down and he uses a word that is like slang or not much less than an expletive. Вот здесь у нас пример. And here you've got an example. that I consider all things for whom I have suffered the loss of all things and count them but down that I might win Christ. Тут слово переведено СОР Это почти на Греческом Это почти сенсорные слова. This Greek word translated down there is pretty well an expletive. Академик вот это займется что зачем он использовал такой слов из улицы в принципе. And this academic was saying it's interesting that he purposefully uses words like right off the street. Это можно в живом плане если живой перевод если реальный перевод тот греческий слов должен быть переведено как ерунду или чуть-то же покрепче. This word that he uses to translate dynamically would at a minimum be crap or something stronger actually than crap. почему так why does he do this пишет на таком высоком уровне греческого языка потом использовать какое-то условие вообще из улицы he writes why does he do this write on this high level of great language and then drops down uses some word off the street because he wrote because he was writing to ordinary guys in the street and he just wanted to that this is clean shit do сравнив what that perfect understanding of Jesus because he's saying look I want you to understand the degree which absolutely everything is crap or whatever this word now you want to translate it compared to the excellent knowledge of the excellency of Jesus Christ and he could write that because he had everything and and he could write that because he say yeah it's all this was from a man who hated all not just that he had been wealthy from a reasonably wealthy family but from the point of his place in society that he was respected and seen as righteous so he's saying absolutely none of this matters compared to my relationship with Jesus that's the truth which is you probably heard or heard or or heard Steve Jobs maybe you heard the last words of that Steve Jobs Он, который был очень-очень богат человек, все его делал в сфере компьютера и программы и так далее. Он умер от рака в 50-х годах, ну, 56 лет, по-моему. И писал, что это все ерунду, и у меня ничего нету, к сожалению. Я ухожу к родным доске абсолютно бедный, без ничего, кроме денег. Я понимаю, что это ничего, кроме вот репутации, кроме вот какого-то имидж, который вообще это ничего. Но он свое имя оставил в истории. Имея оставил в истории. За 500 лет, за 1000 лет, за 2000 лет, 3000 лет, и все. И кроме, и после этого, кто Стив Джобс? Ну, это хорошая заметка, правильно? Ты правильно сказал? Вот. Ну, после 3000 лет, кто это Стив Джобс? Кто я? Кто ты? Ну, все равно. Абсолютно. И что значит 3000 лет? 10 тысяч лет? 100 тысяч лет? В контексте вечности. И так, он сказал, в девятом стеке. Он сказал, что он хотел найти в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, но с праведностью от Бога по вере. Он сказал, что, above all things, I want to be found in Christ, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is given by God through faith. Это значит, когда человек понимает крещение во Христе, when somebody is baptized under Jesus, они одевался со Христом. They are clothed with Christ. Это значит, Бог как-то меняет все его праведности. Come on. So, all his righteousness is counted to us. Любовь делается так. That's how love works. Любовь не слепой. Love is not blind. А столько раз мы все видели, хорошая, аккуратная, нормальная девочка, вот, который вот собирается жениться за наркомана, за наркомана, за алкоголика, и мы думаем, господи, девочка, ты разве не видишь, что это будет? Любовь не слепая. Это не в том, что она это не заметила. But love is not blind. It's not that a girl didn't notice. А любовь делается так. Мы смотрим на то, что положительно. И мы даже считаем, что тот человек, не смотря на всякие его слабости, вообще отлично. Love works like this. That you look at the bad person, sinful person, failed person, and yet you see them as wonderful. Это то, что Бог делает с нами. This is what God does with us. Мы все такие слабые. We're all weak. Мы все не очень привлекательны духовным образом. We're all not very attractive in a spiritual sense. А Бог смотрит над нами. Как мы являемся. Его прекрасный Син. But God looks at us as if we are his wonderful son. Это почему Павел столько раз говорится по поводу понятия быть во Христе. That's why Paul keeps talking about being in Christ. Не просто быть брат Христова, а быть брат во Христе. He doesn't just say you're a brother of Christ. He says you are a brother in Christ. Во Христе. In Christ. Это значит, что Бог смотрит на тебя. Так как ты являешься его Син. Христос. He looks at you as if you are Christ. You are in Christ. You are counted as him. Десятым. Чтоб и познать его, и силу воскресения его, и участие в страданиях его, собразуясь смерти его. That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Это значит, у нас будет консекенция образ его смерти. Собразуясь смерти его. We are to come to the image, or to the form, of his death. Being conformed unto his death. Conformed, being put into the image, into the mind, into the frame of his death. Значит, его смерть будет мою. His death, therefore, will be mine. Это почему я буду людям принять крещение? It's why I encourage people to be baptized by water, by mercy. Когда ты в воде, это как смерть с Иисусом. When you're in the water, it's like death with Jesus. Его смерть является нашей. His death becomes ours. Из воды, это как воскресенье с ним. We command the water, his resurrection becomes yours. Как я сказал, мы все будем рано или поздно умереть. As I said, sooner or later, we all are going to die. И если мы во Христе, but if we're in Christ, его смерть является мою, his death becomes mine. И точно, тогда у нас будут и то же. Участие на его воскресенье. And suddenly, we will also therefore have a part in his resurrection. Чтобы, 11-й, достигнуть воскресенья мертвых. That I might come, verse 11, unto the resurrection of the dead. И, видимо, у него был очень большой акцент на понятие воскресенья тела. Clearly, he puts a big accent on the resurrection of the body. После смерти мы все будем без сознания, состояния. After death, we are all in an unconscious situation. Просто из праха и обратно туда. From dust into dust you shall return. Но, если мы во Христе, тогда у нас точно есть надежда воскресенья. But if you're in Christ, we have this wonderful hope of the resurrection of the body. Это почему воскресенье Иисуса является центральным моментом для нашего веры. It's why the resurrection of Jesus Christ is the central point of our faith. Это не просто вопрос во время Пасхи сказать, что да, Иисус воскрес, воистине воскрес, и все. Это в следующем году. Вот опять говорим. It's not just that at Easter you say Jesus has risen, in truth he has risen. And don't think about it until the next year. Из-за того, что Он воскрес, я и тоже буду. Because He rose, because He lives, I shall live also. И это центрально для нашей веры, как христианин. And that is absolutely central, therefore, to the Christian faith. В тринадцатом христианин. Братья, я не почитаю себе достигши. Brethren, I do not count myself to have got there. Только забивая заднее и простираясь вперед. But this is what I do. Forgetting those things, which are behind, I reach forth to those things, that are in front. Забивая заднее. Forgetting those things, that are behind. Очень многие люди постоянно живут, постоянно размышляя о прошлом, то, что было заднее, то, что случилось раньше. Ой, как это было хорошо, а сейчас плохо. Ой, как это было несправедливое. Это случилось. Она так делала. Они так делали. Вот он так делал. Вот так. И вот, бедный я сегодня. There's too many people just playing the tape in their own minds of what happened in the past. She did that. They did this to me. He treated me like that. Thinking that the past was wonderful. And now, poor little me, my life now is not too good. I only got the good times in the past that it's back to. Нет, забивая заднее. Forget what is behind. It says. И простираясь вперед. And reaching forth to what is in front. Я часто сказал, не повторяю. Whenever I paid something, I've often said here. И что для нас самое лучшее, это впереди. That for us as believers, the best is yet to come. The best is the future. Для нас будущее является гораздо лучше, чем прошло. For us, the future is far better than the past. Очень многие люди, ой, сегодня я плохо. Вчера было хорошо, раньше было хорошо, а сейчас мне плохо. И завтра, ой, не дай бог, об этом даже не думаю. Я вот умрю, и все. Most people are saying, ой, it was good when I was young. They were the good days when I was a kid, when I was a youngster. That was the good times. Now, now, my life's not that great. And tomorrow, well, I'm just getting old, I'm going to die. And it's pretty miserable. А для нас, то, что было раньше, это было ужасно. Мы были в Египте. But for us, as believers, what was in the past was awful. We were in Egypt, we were in the world. Сейчас гораздо лучше. Now is much better. И завтра, когда Иисус придет, когда я буду с Господом, когда я буду вечно жить, в Царстве Божьем, вот это будет. Гораздо лучше. But we are saying, yeah, what happened in the past was bad. I was in the world. Now, a lot better. And tomorrow, in the future, anyway, it's going to be much better when I shall be with Jesus and I shall live forever. That's my hope, my future. Итак, мы ждем. Он сказал, что это не стихия. Прошедствие, Иисусе. So he says, in verse 20, that we are waiting for the coming of Jesus. 21-21, который, уничиженное тело наше, преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Его. Who shall change the body of our humiliation, that it may be fashioned like to his glorious body. Гавриил о нашем теле. He speaks about our body. как тело уничиженное, которое уничиженное тело наше, преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Его. He's saying then that he will change the body of this humiliation, our humiliated body, into his glorious body. Очень много в этом стихе. There's an awful lot in that verse. В первом месте, у Иисуса есть тело. Он как-то существует. Он не просто облако. Он существует как реальная личность. First thing is that Jesus has a body. Our body of our humiliation will be turned into his glorious body like his glorious body. He has a body. He is not a cloud. He's not an idea. He's not an abstraction. He's a real person. И мы будем жить как-то в телесном виде. Вечнее. And we will exist in some way, in some sort of bodily form. That's what I take from that verse. Значит, мы не будем просто существовать в чистом абстрактном смысле. We won't exist eternally just in a purely abstract way. Спасение реально. Salvation is real. Я, ты, мы будем спасения. You, me, we shall be saved. Я, как сумма всей опыте жизни, я буду спасения. Спасения в этом плане абсолютно личны. You, me, who are you, who am I? We are the sum of all our experiences in this world. And salvation is personal. You will be saved. I will be saved. И он говорил насчет уничиженное тело наше. He talks about the body of our humiliation. Это так, что то тело как-то деградируется. Сейчас, сейчас. This body is degrading bit by bit, moment by moment. все считают, что после, я не знаю, 21 лет, 20 лет, не знаю. После этого уже все. Once you have a 20, I have a 21, whatever the age is, it's all downhill, all going down. А Бог это делал специально. Структура его действия с нами как-то специально это устроил. I think God structured his purpose with people intentionally like that, so that, yes, your body is going down. И тело является тогда уничиженное. And our body is humiliated. Мы потеряем наши возможности, ну, наши зрения, слух, ум уже не так, память уже не так, зрение уже не так. Так и есть. God only loses your faculties. Sight starts to go, hearing starts to go, memories not what it used to be. So, это специально. This is specially said, чтобы мы поняли Бог смирение, so that we would understand what it is to be humbled. Потому что Бог ищет смирение, кротость самое главное. Because for God humility is absolutely critical. И это только так, что вот если человек сперва уничиженный, ну, в смысле смириться поступенно до смерти, потом, когда Иисус придет, тогда будем вверх. Но сперва надо вот не спускаться, чтобы вверх. Это как английский В. О, так вот, Орбрисм. So, this is a V-shaped dealing with man, that we must be humbled, we must be progressively humbled, until the death that we die is our final humiliation, so that we might be lifted up eternally in God's kingdom. И это по Орбрисм Иисусм. And that's according to the pattern of Jesus. Написано в 2 главу and he's alluring to what he's just said about the V-shaped experience of Jesus in his death. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who humbled himself, taking upon himself the form of a servant, and being found as a man, he humbled himself further, and became obedient to death, even the death of the cross, that's the bottom of the V, wherefore God also has highly exalted him, given him a name which is about every name, but not the name of Jesus every nation bow. Итак, тот V, тот английский V, вот, это процесс в нашей жизни, смириться, поступим, поступим, ниже и ниже, чтобы, когда Jesus придет, мы сможем вверх спускаться. So, that's the V-shaped that's going on in our lives, being progressively humbled, so that we might find the image, the mental image of Jesus in death, finally in our death, which is his death, and then the exaltation. And that's what you symbolize when you're baptized, that you go down into the water, and then you come up out of the water. after it's that process of going down and rising up. We did a baptism that continues all our lives long. If you want to be baptized, if you want to be baptized, talk to me, talk to Cindy. Be so happy to help you be baptized in the bath that we have in the kitchen or get down the beach. Now we're going to do the breaking of bread, to be to celebrate what Jesus did, so that we can celebrate what Jesus did. And I can read from 1 Corinthians chapter 11. I have God to tell you what I have told you that God Jesus in the night in which he took and said when you were giving thanks he broke the bread and said this is my body which is broken for you this Продолжение следует... Ты дал нам, Иисус, ты дал нам абсолютно, вот, солидную надежду, вечную жизнь. You've given us an absolutely solid hope of living forever. И познание прощения, and the experience of forgiveness. Отче, пусть мы будем оба руками это принимать. Father, may we please take it to ourselves with both hands. Во имя Иисуса, in the name of Jesus. Аминь. 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 Ну, тихо. И написано также, и чашу после вечерей, и сказал себе, чашу есть Новый Завет в моей крови. And in the same way, he took the cup when he'd eaten, saying, this cup is the New Testament in my blood. Очень спасибо тебе еще раз за тот символ твоего любви, и в этом раз вот символ его кров, которую он пролил, так свободнее для нас. Heavenly Father, we thank you again for this symbol, this time of the life and the blood of the Lord Jesus, your Son, which he poured out for us so freely. Отче, пусть мы будем это принимать. Father, may we please accept this. Дай нам чист перед тобой. Cleanse us in your sight. И чтобы ты будешь смотреть над нами с радостом, so that you will look upon us with joy. Чтобы мы сможем и тоже, в своем очереди, и тоже радоваться, so that we, in our own turn, can also rejoice. И пусть Иисус поскорее пришел бы. And so may Jesus come soon. Чтобы мы сможем опять с Ним праздновать, в реальности, в Его Царстве. So that in reality, we can again rejoice with Him, we can see Him as He is, and be with Him in His kingdom. Во имя Иисуса, in Jesus' name. Аминь.